Пожар. Чуть было не закончился трагедией. Трое детей пострадали во время возгорания в квартире дома номер 6, а по улице 50 лет Октября выгорело 15 квадратных метров жилплощади. Дети в больнице. На место происшествия выехали все экстренные службы города. Эксперты взяли образцы домашних вещей, чтобы выяснить, что стало причиной возгорания. Рассматривается две версии детская шалость и короткое замыкание электроприборов. Но уже известно, что дети в возрасте 5, 6 и 8 лет в квартире находились без взрослых. Сейчас ими занимаются врачи детской больницы. Один ребенок в тяжелом состоянии, впав в кому и находится на искусственной вентиляции легких. Состояние двух других оценивается как средней тяжести. Это далеко не первый пожар, который произошел за эти полгода. Их было уже более 60. За это время от пожаров погибло 4 человека. Далее еще не пожар, но страсти разгораются. Это я о пенсионной реформе. Ее обсудили в краевом парламенте. Депутаты законодательного собрания должны были решить, какой отзыв отправить на новый законопроект о повышении пенсионного возраста в Москву. Одни предлагали поддержать, другие пламенно критиковали и приходили на личности. Подробности у наших красноярских коллег из 7 канала. Насмешки. Все время мы глотаем сверху. Значит, насмешки. Денег нет, но вы держитесь. А что вы, учителя? Идите зарабатывайте в бизнес. Это что такое? И никто не может урезонить. Урезонить однофамильца, похоже, решил красноярский коммунист Петр Медведев. С самого утра сегодня над законсобранием сгущаются тучи. И в прямом, и в переносном смысле. На сессии предстоит оценить законопроект о повышении пенсионного возраста. Пуря разыгрывается уже перед заседанием на комитете, когда Вера Оськина зачитывает отзыв от лица всех депутатов. Законодатель собрания поддерживает концепцию проекта федерального закона. При этом считает необходимым при рассмотрении законопроекта провести широкое публичное обсуждение. Но почему обсуждать проект закона предлагают уже после того, как его внесли? Отправлять положительный отзыв на реформу отказываются коммунисты, либерал-демократы и независимые выдвиженцы. Подстава президента, безнравственная реформа и преступная подготовка закона. Таких громких слов эти стены не слышали давно. Просто прошу, пожалуйста, не называть правительство преступниками, потому что вы это сделали сейчас. До начала сессии полчаса, и это последнее для депутатов заседание перед отпуском. Кто-то уже улетел отдыхать, другие на камеру заявляют. Все мысли о заслуженном отдыхе избирателей. Но вопрос о пенсиях в повестке один из последних. Депутаты боятся, что сил на споры к вечеру не останется. Кто-то уйдет домой, кто-то в туалет. И получится, как в недавней истории с повышением зарплат депутатам. Оставшиеся на кнопку «За» нажмут чуть ли не машинально. Обратите внимание, как цинично все делается. С одной стороны говорится про широкую дискуссию. С другой стороны за полчаса до сессии вносится некий текст, который неизвестно кто и зачем подготовил. И все попытки дискутировать по существу, они просто пресекаются. Свою позицию перед обсуждением заявляет председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов. Говорит, если дру в пенсионном фонде не залатать срочно, рухнет вся бюджетная система страны. В 30-х годах на одного пенсионера приходилось 8 работающих россиян. Теперь только 2. Поэтому единорусцы Дмитрия Медведева должны поддержать. Я представляю ту партию, которая по сути, председатель которой в лице председателя правительства Российской Федерации вынес в Государственную Думу этот законопроект. Конечно, мы действуем в рамках единой команды под эгидой нашей партии. Правда, самого обсуждения еще нужно дождаться. Время идет на повестке. Налоги, физическая культура и спорт, именные стипендии, поддержка кинематографа, сотрудничество с Удмуртией и Тывой. Зал пустеет, а обсуждение пенсионной реформы так и не началось. На часах 6 вечера и вопрос о повышении пенсионного возраста депутаты начали рассматривать только сейчас. Он в повестке был 43-м. Регина Баймухаметова, Павел Ваницкий, 7 канал. Судя по сюжету наших красноярских коллег, краевые депутаты как-то скомканно рассматривали вопрос, который в эти дни является главным для каждого официально работающего человека. И в момент подготовки показанного сюжета результата еще не было. Но сейчас он известен. Большинство депутатов поддержали повышение пенсионного возраста 31 голосом из 45. И сразу же становится интересно, кто как голосовал. Это важно и красноярцам, которые еще до сессии вышли на митинги протеста. Важны и норильчанам, большинству из которых тоже предлагают поработать на 5-8 лет больше. Без пенсии. Так кто же как голосовал из избранников? Смотрим вместе. В начале прообщее число проголосовавших и расклад голосов за и против. Из 45 присутствовавших на голосовании депутатов за реформу и поднятие пенсионного возраста проголосовал 31 человек. Против всего 13. Один депутат воздержался. Если разделить теперь эту диаграмму по партийной принадлежности, выяснится, что за проголосовали практически все избранники от Единой России. Против депутаты от партии КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и один самовыдвиженец. Ну и, конечно, интересно, как голосовали в Крывом ЗАГСобрании те, кого хорошо знают норильчане и кому доверяли представлять свои интересы. За пенсионную реформу Дмитрий Сверидов, Валерий Венга, Владимир Демидов, Людмила Магомедова, Виталий Толстов. Против пенсионной реформы Павел Семизоров. Окончательное решение по законопроекту примут в Москве. Еще раз напомню, в середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. Для мужчин он увеличится с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин с 55 до 63 лет к 2034. Для большинства северян срок выхода на пенсию тоже отодвинется на 5,8 лет. Против выступили все парламентские партии, кроме Единой России. По стране в начале июня прошли митинги протеста. Один из них в Красноярске, а в интернете сейчас собирают подписи под петиции против повышения пенсионного возраста. Количество подписей постепенно приближается к 3 миллионам. А с нами на связи сейчас представитель как раз той группы депутатов законопроекта Края, которая не поддержала законопроект правительства. Это Павел Семизоров, представляющий интересы норильчан в краевом парламенте от партии ЛДПР. Павел Викторович, ваша оценка того, что происходило на сессии законодательного собрания, оценка голосования по проекту правительства России о повышении пенсионного возраста. У нас сейчас экономика не до такой степени развита, чтобы мы могли вот в этих условиях еще ухудшать положение граждан. Мы говорим о том, что у нас Сибирь, у нас очень большой Красноярский край и у нас довольно-таки небогатые люди. Разговоры, уделение внимания все-таки благосостояния граждан, уделение внимания, чтобы пенсионеры у нас все-таки еще работали, задача стояла давно такая, но она не была выполнена. Следующий вопрос, который надо тоже рассматривать внимательно, это о том, что сейчас говорит правительство. Якобы в ближайшее время у нас система здравоохранения заработает по-другому, чтобы у нас как бы продолжительность жизни увеличилась, то сейчас они могут сделать, когда у нас уже была проведена модернизация. Было приобретено оборудование, были уже обучены врачи, но мы сейчас все равно констатируем, что ничего хорошего из этого не вышло. А не те сейчас условия и опять же не те, наверное, все-таки вот эти вот обещания в рамках вот этой вот модернизации или, будем так говорить, новой реформы пенсионные мероприятия, которые могут возникнуть результат. Если не повышение пенсионного возраста, то какую альтернативу вы видите по спасению экономики России? Почему-то сейчас опять ставится приоритет не в сторону борьбы с коррупцией, а в сторону увеличения бюджета пенсионного фонда за счет граждан. Есть и другие хорошие опыты, допустим, европейских стран, где больше выделяют из федерального бюджета, то есть из бюджета страны на поддержание пенсионной системы. У нас 8% выделяется в европейских странах до 14-15%, там ведется наоборот работа по увеличению размера пенсии, а у нас идет сразу борьба за то, чтобы повысить возраст пенсионеров, чтобы какая-то часть экономии и ее как раз пустить на реформу. Но вы пока в меньшинстве. Каковы ваши прогнозы на принятие этого закона в Госдуме? С народом шутить нельзя. Если в ближайшее время правительство не выкатит конкретный достоверный план по реформе, как это отразится, как мы на себе это почувствуем, скорее всего, может быть совсем критические прогнозы. То, что закон еще будет меняться, это однозначно. Между первым и вторым чтением должны пройти и публичные слушания, и разъяснения, и в том числе должны быть, наверное, предложены какие-то альтернативные варианты. И уже, если вы знаете, был предложен вариант вообще пенсионный фонд закрыть. Потому что мы в том числе констатировали, что пенсионный фонд это не тот финансовый инструмент, наверное, от которого мы могли чего-то ожидать. Спасибо, Павел Викторович. Я напоминаю, у нас на связи был Павел Семизоров, один из тех немногих депутатов ЗАГС Собрания, кто выступил против повышения пенсионного возраста. И вот к его реплике про эффективность самого пенсионного фонда некоторые цифры, озвученные издательским домом «Коммерсант». Оказывается, в нашем пенсионном фонде работает вдвое больше сотрудников, чем в аналогичной американской структуре. Четверо больше, чем в японском пенсионном фонде. При этом есть еще и куча других расходов, например, на недвижимое имущество фонда. Вот как бы ответ на вопрос, где брать деньги, если не из наших пенсий. Это новости северного города. И сейчас расскажем о нашем новом летнем туристическом сериале, продолжающем цикл материалов о том, как увидеть русский север. Если наш зимний сериал, а его, я напоминаю, можно увидеть на нашем канале в ютубе, показал, какие возможности есть у наличан, то в летнем мы расскажем, как эти возможности реализовать на практике. В первых трех сериях мы побываем на сплаве выходного дня, обкатаем самодельную лодку заядлого путешественника-одиночки и расскажем, как попасть на станок-часовня, официально признанного археологическим памятником. И по тихой речке бывают веселые сплавы, особенно если туристы сами норовят то сесть на миль, то столкнуться с берегом. На корме каждого из рафтов сидит свой капитан. Он говорит, какой борт сейчас должен грести. А наша любимая команда – это сушите весла. А если тянет путешествие в одиночку, берите пример с Александра Коношонка. Вот на такой вот надувной лодке наш известный путешественник Александр Коношонок отправится в очередное приключение, но перед этим нужно мотор обкатать. А краеведы знают, как сделать отдых еще и познавательным. Первая группа норильчан во главе с исследователями Таймыра уже побывала на первой водно-исторической экскурсии на станке-часовня. Обнаружив здесь признаки 19-го, а в перспективе еще и 18-го века, мы нашли очень много всевозможных предметов и доказали историчность этого места. Не пропустите наш новый летний туристический сериал «Как увидеть русский Север-2» только в новостях северного города с 17 июля. А сейчас как раз о том самом легендарном станке-часовне. Годы экспедиции не прошли даром. Подведен главный итог исследований, проведенных красноярскими учеными совместно с норильскими краеведами. Норильский станок-часовня внесен в реестр археологического наследия Минкульта России. Ведь находки, обнаруженные там, доказали, что наш город на 200 лет старше. За всю историю Таймыра здесь была всего одна полноценная археологическая экспедиция. И вот 40 лет спустя масштабные работы продолжились совместно с красноярскими учеными. В 2016 году они впервые пришли на Север для поиска станков и зимовий, чтобы посмотреть, как они за столь долгое время изменились и поставить их на государственную охрану. За два года порядка 55 памятников археологии обследовано и в том числе выявлено. То есть часть из них были ранее известны, но за эти два года составлена учетная документация, новая, обновленная и, соответственно, ряд новых памятников. Данные находки доказывают, что территория Таймыра, современная территория Таймыра была привлекательна для человека, начиная от 4-5 тысяч лет до нашей эры. Кроме этого, наши краеведы и красноярские археологи изучили места вокруг станка Норильского и обнаружили следы стоянок аргишей коренных жителей Таймыра. А на самой часовне натильные оклады, датированные 19 веком и другие артефакты. Сами для себя мы осознали, что станок часовни – это и есть станок Норильский, и это и есть предтеча нашего города. Это первое и основное. А второе, шокирующее, это своими глазами увидели бронзовый век, наконечники стрелы. В прошлом году, благодаря проделанной работе, станок удалось внести в официальный реестр выявленных объектов археологического наследия Министерства культуры России. На него уже можно искать какое-то финансирование, но это уже зависит от общественных организаций. Местные органы охраны, соответственно, уже могут проводить мероприятия по его сохранению и эмиссиировать. До этого объектов как такового не существовало. У красноярских археологов есть предложение все найденные находки передать на хранение Норильскому музею. Какими еще артефактами может пополниться коллекция, станет известно по результатам новой экспедиции, которая продолжится в этом году. Хотим продолжить, во-первых, работы на часовне с помощью уже геофизиков. Коли это, так сказать, у нас памятник археологии теперь, мы теперь вот такими бесконтактными методами хотим поработать. Ну и, конечно, если у нас удастся какая-то еще одна история с археологами, там ближе к осени, ну, слава богу. Ну, в общем, такими общими мазками. Потому что боюсь сглазить. Галина Навровская, Геннадий Зверев, новости из северного города. А волонтеры заповедников Таймыра скоро отправятся на Ламу. Командировку планируют провести двумя группами в две смены. С 27 июля по 9 августа и с 9 же августа по 23. На берегу озера они построят визит-центр для туристов, желающих посмотреть на нетронутую северную природу. Никогда не занимался волонтерством. Интересовали. Занимаюсь, чем сейчас в строительстве работаю. Давно хожу по ходу, интересно. Готов помочь. Хочу идти в первую смену. 30 таких интересующихся и умелых волонтеров отправятся на Ламу уже в конце июля. Там они, по сути, построят новую турбазу для туристов, желающих ощутить полноту единения с дикой природой, но предпочитающих ночевать под крышей. Это будут несколько хижин с печками и спальными местами. Проложат для гостей озеро и пешие туристические маршруты, экологические тропы. У нас люди вообще привыкли приходить в тундру, да, просто пришли, посмотрели на дерево, увидели гору, восхитились. А тропа, она имеет именно содержание научного и просветительского характера. Она может быть интерактивной в то же время. То есть это туризм, где человек не просто наслаждается природой, он еще и познает что-то новое. В прошлом году такой же визит-центр уже появился в 100 километрах от Ламы на озере Собачьем. Тогда на его строительство ушло 10 миллионов рублей. Деньги заповедникам выделил Норникель по грантовой программе мирных возможностей. В этом году лагерь на Ламе построят на 5 миллионов рублей, предоставленных заполярным филиалом. И к новостям компании. Знаешь, как сделать лучше? Расскажи. Во всех подразделениях заполярного филиала Норникеля стартовала новая программа производственных инициатив. Стать ее участником может каждый. От начальника до рабочего. Главное, наличие внятной идеи по улучшению работы компании. Причем за реально работающие инновации обещают вознаграждение. В прошлом году по всем переделам компании прошло анкетирование работников. Выяснилось, что из 73 тысяч опрошенных активное участие в жизни Норникеля и его развитие принимают 28%. Показатель в целом хороший, но ведь можно и лучше. Для этого и была разработана программа внедрения инициатив. Программа, которая сегодня со 2 июля фактически начала действовать в заполярном филиале, это то, чтобы как раз вовлечь, начиная снизу. То есть как раз услышать каждого, неважно, рабочего, сменного мастера, начальника участка, что в шахте, что на фабрике, что на заводе. Поэтому это как раз программа нам и дает всю кладезь идей, которые есть. Потому что, поверьте, там люди внизу, они намного больше знают, чем руководители вышестоящие. Чтобы поделиться своей идеей, достаточно обратиться в один из кабинетов, которые теперь есть на каждом предприятии, или отправить ее в электронном виде. Адреса сайтов есть в таких объявлениях в каждом АБК-компании. За действительно креативные, а главное работающие идеи компания готова платить. По экономическому эффекту определяется вознаграждение. Если эффект составляет до 100 тысяч рублей, начисляется 5 тысяч рублей сотруднику до внедрения инициативы. Если эффект превышает 100 тысяч рублей, здесь уже выплаты производятся после внедрения инициативы. И расчет выполняется от фактического эффекта. И хотя программа начала работать всего несколько дней назад, на рассмотрение комиссии подано уже более 65 инициатив, 30 из них с медного завода. Рассматриваться каждая идея будет 5 дней, после чего автора обязательно уведомят, была ли она принята или нет. Галина Навродская, Егор Туновский, Геннадий Зверев. Новости с северного города. А тем временем на руднике Октябрьска воплощается крупный проект. Он должен поддержать существующие мощности предприятий. Ежегодно Октябрьский выдает на гора несколько миллионов тонн руды. И чтобы сохранить эти показатели, три года назад там приступили к прокладке новых выработок. Михаил Чернов продолжит тему. Рудник Октябрьский – это самое крупное горнодобывающее предприятие не только в Нурникеле, но и во всей России. Ежегодно здесь добывается свыше 5 миллионов тонн различных руд, богатой медистой и вкрапленной. Работу Октябрьского обеспечивает 11 стволов, глубина которых достигает 1200 метров. Сегодня, чтобы обеспечить ежегодные объемы добычи руды на предприятии, ведется разработка западного фланга рудника, а также строительство четырех специальных пусковых комплексов. Именно они обеспечат производительность Октябрьского еще на несколько десятилетий вперед. Проект по восполнению бывающих мощностей запущен на руднике Октябрьский еще в 2015 году. Без него, говорят, горники не обойтись. Ведь ископаемые имеют свойство заканчиваться. Чтобы такого не случилось, и ведется эта работа. Западный фланг предприятия разрабатывается практически с нуля. Под землей будет проложено около 25 километров новых выработок. Строим мы вензокладочный горизонт 350, который предназначен для подачи воздуха и для подачи закладочной смеси уже в очистное пространство. И строим транспортный горизонт, который предназначен для транспортировки руды. Все строительные работы разбиты на четыре этапа. Первый пусковой комплекс будет запущен уже в первом квартале 2019 года. Второй начали строить в 2016-м. Запустить должны в 2020-м. Ввод в эксплуатацию четвертого комплекса намечен на конец 2024 года. В результате удастся поддержать добычу на уровне 5 миллионов 200 тысяч тонн руды в год. А в планах даже увеличить эту цифру до 6 миллионов тонн и выше. На данный момент шахтопроходческое управление номер один ведет строительство проектора УФЗ тремя турнопроходческими участками. Это примерно 70 человек крепичиков-проходчиков, около 6 единиц погрузочно-доставочной техники, машин именно, две буровые установки для проходки буростровным способом. Вскрываемый запас руды на западном фланге 17 миллионов тонн. По примерной оценке специалистов, такого объема хватит до 2045 года. Затраты в проект тоже немалые. Общая сумма около 9 миллиардов рублей. Михаил Чернов, Артем Смирнов. Новости северного города. Днем в городе облачно с неустойчивыми прояснениями. Возможно небольшой дождь. Ветер южной четверти 3,8 метров в секунду. Температура в Норильске в Дузинке плюс 16-19 градусов.